здравствуйте товарищи у нас значит такая поступила информация от тех кто определяет когда у нас будет зачет от диспетчера значит у нас с вами последнее занятие через неделю понедельник одни радоваться будут что она последняя другие печалится будем считать что все опечалится но мы еще будем встречаться и некоторые после зачета будут взорваться так но не обязана уже это и по крайней мере по честному будут улыбаться они так черт его знает сейчас улыбается потом скажет пройдет зачет вот это первая информация зачет будет соответственно через неделю то есть вот мы через первой неделе мы с вами последнее занятие проводим и через неделю вы приходите и сдаете зачет по зачету есть вопросы у вас программа я вам давал давал там есть всякие вопросы выбираете вы каждый себе один вопрос я вас учил как сдавать зачет все знают все уверены что вы сдадите все так значит какие то есть нужны вопросы еще с точки зрения того что-то непонятное из нашего курса в связи с тем что вы начинаете готовиться к зачету может быть следующий раз спросить сразу начали начнем с того что если есть вопросы какие-то в связи с вашей подготовкой это вы можете так пролистать посмотреть что за вас удивило или возмутило поможете на эту тему высказаться вот на зачете уже особенно возмущение никто не рекомендует высказывать после зачета скобова на интересно так ну что значит теперь у нас сегодня запланированный доклад долгожданный поскольку вы сами понимаете долгожданный так по факту получилось так вот у вас тут микрофон представьте громко четко с расстановкой меня зовут хуторцова анастасия и мой доклад будет посвящен коллективному договору закрытого акционерного общества первый контейнерный терминал за 2008 11 годы как уже на предыдущих занятиях я ребята делали он доклады по поводу вот анализа этого договора собственно у меня будет подобный доклад и начать наверное следует с того что коллективный договор является локальным нормативно-правовым актом который регулирует социально трудовые и связанные с трудом и отношения между работодателем и работниками данный коллективный договор имеет следующую структуру он состоит из двух частей основной и приложений и в введении сразу отмечается что приложения являются неотъемлемой частью договора то есть ну они имеют все положения которые закреплены в приложениях имеют точно такую же силу что и положение основной части и вот как мухаил васильевич уже отмечал этот договор имеет такую достаточно необычную форму в том плане что каждое приложение закреплено печатью и подписью сторон и это свидетельствует о том что договор является таким ну результатом борьбы получается между работником работодателем и примером такой конструктивной поэтапной работы по урегулированию конфликта который сложился вот между сторонами основная часть содержит основные обязанности работодателя правкомов и работников подали обязательства работодателя контроль за выполнением коллективного договора подготовку проекта нового коллективного договора и вот пункт обязанности работодателя он содержит целых семь под пунктов и это может создать такую иллюзию что обязанностям работодателя уделяется ну такое большое количество якобы их больше но на самом деле в действительности мы понимаем что это не так, потому что за работниками закрепляется большее число обязанностей в силу того, что они обязаны выполнять любое поручение работодателя. И вот это подразделение нам нужно... Неваживающий закон. Да, важное замечание. Неваживающий закон. Конечно. То есть тот факт, что так много подпунктов в обязательствах работодателя, он зависит от того, что, ну, по идее, все, что не прописано, то как бы и не будет сополняться на деле, поэтому важно, что в этом договоре так много внимания этому уделено. И, собственно, он создан с целью защиты от различных злоупотреблений со стороны работодателя. Дальше следует сказать, что договор, он, ну, призван создавать такие условия, чтобы конфликты не возникали в процессе производства. И поэтому вначале есть несколько таких важных пунктов, которые, ну, на первый взгляд, как бы кажется, что... Конфликты не возникали по всем вопросам, которые регулированы коллективным договором. Да, да. А так, чтобы все конфликты регулированы. Ну, нет, конечно. Ну, все равно, что качество конфликтологии регулированы. Так, чтобы она не закрыти. Да, договор, то есть он призван... Я хотел бы еще, так сказать, сделать одно такое соображение, высказать важное, что речь идет не о злостности работодателя, как таковы, при этом люди плохие, а дело в том, что в чем стремление современного собственника средств производства в нашем обществе, в капиталистическом, в чем? Максимизация прибыли. Правильно? Значит, все, что не будет поставлено как некая константа, постоянная величина, все будет переменной величиной, которая двигается вниз. Что связано с какими-то затратами со стороны работодателя. Правильно? Это естественно, если я работодатель, если я хочу сократить затраты и получить большую прибыль, то, естественно, имеется тенденция к тому, чтобы все снизить. Поэтому то, что здесь много написано, говорит о том, что много устанавливается констант. Это выше, чем в законе, но ниже не может быть, потому что согласно тому же закону в коллективном договоре может быть установлено больше, чем в законе, но меньше уже не для. Вот и все. Поэтому коллективный договор – это вот сумма таких констант, которые определяют повышение уровня обеспечения, и улучшение условий жизни работников. Вот что такое коллективный договор. То есть это улучшение вашей жизни в цифрах. Улучшение жизни в цифрах – это пробка к Новому году. Хорошо же? А не то, что ваша жизнь будет лучше. А в чем это будет выражать? Ну, в том, что вы не будете так долго мучиться. Разные уже бывают. А то некто долго страдает, а то он умирает. От некого, так лучше сразу умереть. Ужас без конца или конец с ужасом. Что вы убираете? Вот хотим, как Карл Макс. Он крестит, заснул, и все. Причем он питал, капитал, и великое дело сделал. От козневого человечества благодарно. И сам не мучился. А почему не мучился? И он совесть чиста. Ну, все, что надо было написать. Только изучать осталось. Нам повезло. Прошу прощения, пожалуйста. Да, ничего страшного. То есть наше питение не сомнешь, правильно? Конфликтологом. Можно быть конфликтологом? Если конфликтолог скажет, что кто-то может в жизни, это не конфликтолог. Так, как я уже сказала, вначале есть несколько важных пунктов, а именно то, что коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации, организации, изменения состава, структуры, наименования и так далее, различных других изменений. Также важно, что при различных возникающих разногласиях стороны призываются к тому, чтобы решать все путем переговоров и соблюдением следующих процедур. Они призываются, они обязаны. Это же коллективный договор принятый. Да. Они просто обязаны в случае разногласия садиться и разговаривать на эту тему. Согласно какому-то пункту. Они просто призываются. Кто-то призывается. В соответствии с каким-то пунктом, будь то добры, давайте встречаться и все. Да, коллективный договор обязывает стороны к тому, чтобы они путем переговоров разрешали возникающие разногласия и при этом вот в пункте А должно учитываться мнение правкома и также некоторые необходимые акты должны быть приняты после согласования работодателя с правкомом. Но вот учитывается мнение правкома, это целиграторный пункт или не очень. Ну, по сравнению с тем, что есть согласование, конечно, нет. А есть какой-то резон для работников, потому что их мнение учитывается правкома? Есть какой-то? Для работников нет, скорее, это можно назвать задержкой. Нет, неправильно. Вот так вот, просто скажем, если у вас война с работодателями, то сразу раз вам гранату. А это одно дело. Он сначала пишет вам бумажку, собирает 8 гранатов. Какой-то мощности, туда-то. Обосновывает. Почему? Потому что надо место расчистить для других работников. А эти вот там стоящие, они тут не нужны и так далее. То есть он засеял некоторые акты. Он же должен прислать и обосновать. А то есть он дает вам возможность несколько дней, чтобы вы с организовались. А если вы думаете, что надо просто ходить к работодателю и с ним разговаривать, то да, вы, извините за выражение, лопухи. Потому что вам работодатель сообщил, что вот у вас будет набадение какого-то июня 41-го года. А вы говорите, о, надо поговорить, там, ну, все. Так вы должны что сделать? Вы должны подготовиться. За это время вы можете выставить требования. За это время можете собрать конференцию. За это время вы можете провести акцию, скажем, остановки производства на какое-то время и так далее. В том числе и в рамках того, о чем мы с вами говорили. Кто-то внимательно читал Трудовой кодекс. Там написано, что такое незаконная забастовка. Вот взяли его и объявили забастовку. Вот прочитали это дело, сразу председатель правкома прошел, сказал, так, завтра же у нас забастовка, незаконная. Что значит незаконная? Ну, как бы она незаконная, ну, объявить его незаконным может кто? Ну, я могу объявить ваше действие незаконным? Так вот, ни с того, ни с сего. Суд. Не могу. А кто может объявить? Суд. Суд. Ну, идите в суд. Вот, идите в суд, доказывайте. Вот вы мне сказали, что идите в суд и доказывайте, что это наше действие незаконное. А после этого что? А после этого вы читали соответствующее место правового образа? Там написано, что вы обязаны, в случае проведения незаконной забастовки, приступить к работе на следующий день после вручения органу, возглавляющему эту забастовку незаконную. То есть, он как бы, это написано в законе, даже как орган действует. После вручения этого уважает этот орган, который делает незаконную забастовку. И этот орган тоже обязан прекратить, соответственно, если он продолжает, его могут доказать. А так, вроде, и заказывать не пришло. А мы узнали, что она незаконная? А мы думали, что она законная. Ну, такие мы, наивные люди думали. Потому что суд нам скажет, мы сразу остановимся. Моментом. Ну, как он нам скажет? Скажет судебный приступ, бумажку принесет. Это найдет. Вот как вот какой-то вечер найдет, со следующего утра вы все как огурчики на работе, никто даже не... И даже раньше приходите на 15 минут, все хорошо. То есть вы можете сразу среагировать по этому органу. Когда вы видите какой-нибудь такой сомнительный пункт, то надо думать не о том, что написано там, вот как вот конфликтологи поверили, что мы сядем и будем с вами обсуждать. У нас разочет предстоит, и вот мы сядем с вами предварительно. Я уже вам объявил сегодня, да, что у вас зачет будет через две недели, через полмесяца. И вот мы давайте проведем переговоры, поставим вам зачет или нет. И вы же понимаете, что эти переговоры в этом варианте, они, так сказать, ничего хорошего вам принесли. Вот сами все переговоры. А вот какие-то действия можете совершить? Вы подумайте, подумайте, потом решили, что действие надо вот такие, все-таки надо подготовиться к зачету. Так, вроде так все шло хорошо, а вот такая вот подлость, что вот смогут поставить не зачет. Ну, надо к этому быть готовым. То есть надо быть готовым к действиям по ухудшению положения. Это вот, скажем, для студентов серьезнее ухудшение положения. Сначала они поставят без зачет, потом, значит, давайте передавайте, а передавайте особенно эти поддольные с этим самым, с преподавателем. Он, значит, собирает, еще каких-то друзей приводит и ставит уже втроем, ставить ему без зачет. С этими тремя бороться, ну, доказывать, конечно, студенты, что три профессора и жураки, тяжело. Можно, наверное, доказать, но это надо, я не знаю, на кого собирать. Короче говоря, выставить из этого студента, вот, если вы не готовы к этому. Так что нужно быть готовым. Вот, и мои добы должны прекрасно понимать, потому что работодатели и работники, они в неравном половине. Ну, почему это вот плохо быть студентом? Ну, лучше быть хорошо, а мы студенты, и все. Лучше быть уже не студентом. То есть никто вас не будет и спрашивать, и на экзаменах, и на зачетах, и не сидеть с умным видом, а вы как дураки, значит, вот такие бледные, несчастные и так далее. Я когда ждал, вот последний экзамен, кандидат, так почувствовал себя хорошо. Так хорошо, все, уже никто больше, никаких больших экзаменов не будет. Поэтому идите в аспирантуру, вызывайте экзамены кандидатской и это будут последние экзамены в вашей жизни, в природе не будет больше экзаменов. Потому что уже, если вы пойдете даже на докторскую диссертацию, нет, там другая, чтобы у них принесли докторскую диссертацию, хотите весь народ повезти не туда, куда он шел, а вот сюда. Ну, вы, может быть, не согласились сюда идти, но так это нормально, особенно с первого раза. Поэтому вы можете второго раза счищать, если видите, только переделывайте свои диссертацию, называйте и так далее. А в каком плане, чтобы вы сидели, а я говорю, вот он не тот, и не так, и не это, и все это неверно. И еще это, и поспорить бесполезно, потому что спорить только это, вроде как, плевать туда, туда уплёнешь, оно обратно и упадет. Как это не значит, что я запугаю вас перед зачетом? Ну, вас не вообще не запугают, конфликтологи. Можно конфликтологов запугать? Нет. Вот, видно, что ее ничем вообще не запугают. Она первая, когда она это поняла, она пошла записываться сюда. Мы конфликтологи. Будем конфликтовать. Ну, человек боролся и победил. Он победил, тенденция прийти, победил, но тенденция не прийти. Не надо на него хостус смотреть. Это вам, вам легко было, а он, как ему было, тяжело. Это особо ценно. Я вас приветствую и благодарю. Видите, еще он достал и показал коллективный договор. И второй. И то, что он был конспект, и коллективный договор. И ручка у него есть, которая может быть все ценное, что-то переложить в свою память. А у нас очень интересный доклад. Тут я иногда перебиваю, чтобы вы успели на него попасть. Это вот единственная... Это очень цель. Да, единственная цель. Вы поняли теперь, почему я ответил вам? Ну, пожалуйста. Так, дальше. Я хотела бы отметить, что также в договоре указано, что его действие распространяется на всех работников организации, в том числе и на выборных освобожденных профсоюзных работников профкомов. И все вот эти... Прямо на добром, человек. Вы меня просите, но на добром. Хорошо, да. И все вот эти три важных, на мой взгляд, пункта, которые я перечислила, они, в принципе, уже указаны в Трудовом кодексе, но, как вот вы уже отмечали тоже на лекциях, что в коллективном договоре здесь присутствует, ну, именно не ссылка, не цитата как бы на закон, а то есть они прописаны прямым текстом. На случай, если из закона это уйдет. Да, чтобы обезопасить себя. Все правильно. Также вот, если еще продолжать про профсоюзных работников, далее в обязанностях работодателя также есть раздел о гарантиях профсоюзной деятельности работников, который гласит, что лица, которые участвуют в переговорах, они освобождаются от работы на весь период переговоров, со дня их начала до дня окончания, с сохранением за ними среднего заработка. И к ним также не могут быть применены никакие дисциплинарные взыскания, они не могут быть переведены, перемещены на другую работу или уволены. Далее, ну, главным предметом анализа были, опять же, обязанности работодателя и те улучшения, которые можно отметить в сравнении с трудовым кодексом, который дает коллективный договор. Основная часть содержит широкий спектр различных обязательств работодателя по организации производства, по обеспечению занятости, охране труда и здоровья, рабочему времени, оплате, социальным гарантиям и льготам и вот гарантиям профсоюзной деятельности. А вот такой анализ, какие пункты и насколько выше устанавливают гарантии работникам, чем в законе, которые не делали анализ, да? Вот интересно вот такое. Сравнение? Есть по некоторым пунктам, да. Как в законе, а как в законе. Да, да, есть. Еще дальше об этом скажу. Очень много. Чтобы вот не повторяться о том, о чем говорили ребята в предыдущих докладах, да, они, ну, естественно, как бы есть много там различных положений, которые улучшают положение работников по сравнению с тем, что записано в трудовом кодексе. Я отметила вот следующее. Например, гарантии, связанные с компенсацией работникам при ликвидации организации, сокращении численности и штата работников. В трудовом кодексе написано, что работодатель обязан предупредить работников об этом не позднее, чем за два месяца до увольнения, например, и выплатить дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника. А настоящий коллективный договор утверждает, что ликвидацию организации и различных подразделений, которые подразумевают сокращение работников, можно допустить лишь при условии предварительного, не менее чем за три уже месяца, уведомления правкомов и проведения с правкомами переговоров по соблюдению прав и интересов работников. Также перед принятием решения о необходимости сокращения в договоре указано, что работодатель должен предпринять ряд мер, среди которых, например, обеспечить возможность увольнения работников по собственному желанию с повышенной компенсацией в размере трехмесячного заработка предшествующего месяца увольнения, а не просто среднему заработку работника, который указан в трудовом кодексе. Также в коллективном трудовом договоре указано, что есть ряд категорий, которые не допускаются без согласия правкомов увольнения при сокращении. А это работники, которые получили увечья или профзаболевания, которые имеют травмы в течение последних пяти лет, матери-одиночки и работники, которым до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, осталось менее двух лет. То есть вот эти категории защищены, получается, коллективным договором от увольнения при сокращении штата. И еще вот пункт, который, кажется, ребята не упоминали в предыдущих докладах, касается отдыха в трудовом договоре, ой, в трудовом кодексе. Указано, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, а в настоящем коллективном договоре указано, что при составлении графиков смен нужно учитывать обязательность предоставления еженедельного непрерывного отдыха в течение не менее уже 48 часов. Также про привлечение к сверхурочной работе. Если я вот не ошибаюсь, то в трудовом кодексе запрет запрет на привлечение к сверхурочной работе распространяется на беременных женщин и лиц до 18 лет, за исключением каких-то отдельных из ряда вон входящих случаев. А в коллективном договоре указано, что привлечение к сверхурочным работам запрещено уже не только для этих категорий, но также для любых работников получается после работы в ночную смену, а также до и после работы в смене, которая продолжается более 8 часов. А вот такой вопрос. А закон разрешает привлекать к сверхурочной работе без согласия работников? Если честно, не знаю, но здесь вот в коллективном договоре точно написано, что нужно согласие. А вот в трудовом кодексе я не знаю. В трудовом кодексе без согласия работников никто не может любить. Хотя вы знаете, что они широчайшим образом распространены в современной России. И в рабочее время, в среднем, явно это посчитана цифра товарищами гражданами из Академии государственной службы и Академии народного хозяйства, как и президенте РФ. И она составляет 48 числов рабочей недели. Не 40, а 48. То есть это уже стало неким фактом. Так что иногда требуется, здесь в коллективном договоре требуется еще согласие профсоюза. Почему? Потому что с работником договариваются работодатели. Работник может отказаться, но отказаться тяжело. Он один, работодатель большой, он маленький. Он говорит, ну, если профсоюз, если профсоюз разрешит, то я, может быть, пойду. А вот профсоюз не разрешит, и все, и отстает от работников. Потому что профсоюз должен заботиться о чем? О том, чтобы люди не болели, не погибали на производстве, чтобы они не уставали чрезмерно и так далее. Поэтому если есть такой пункт, что нельзя привлекать к урочным работникам без согласования с профсоюзом, то согласия работников недостаточно. Работник, это я согласен. Павел Васильевич, извиняюсь, можно у вас кусок мела взять? Кусок мела нам не хватает. Ну, вам оружие нам же. Да нет, покажите. Спасибо. Бесконфликт на все пошло. Это просто люди так заслушались вашим докладом, он там стоял, а потом думал, ну, как надо войти, ну, какой-то предлог какой-то, ну, вот, меру нам нужно, еще чего-нибудь. Представляете? Вот. Что еще нужно нам вообще автор доклада? Внимание общественности. Да, пожалуйста. Так что, вот видите, тут получается, что двойное согласование, то есть работники запросто дают согласие, а потом они раз и заболели, раз и их разбил паралич, раз и у него такое календарение в мозг. Сколько хочешь в таких случаях. Поэтому… А профсоюз должен… А винарады будут просеиваться, потому что они должны были давать согласие. А винарады будут просить профсоюзы, поскольку они должны были давать свое согласие. Да, поэтому вот профсоюз, в этом смысле, просто так, согласие нет. Зачем? А профсоюз, потому что знает, что сегодня вам дадут согласие на работу в профсоюзе. Знаете для чего? Да. его уволить. А почему? Потому что пока вы работали двое, надо было примерно треть, по уровню треть зарплаты должен был работодатель из своих кровных выплатить государству. Пенсионный фонд, медицинский фонд и так далее. А вы его уволили, уже надо за одного платить, а вы будете за двух работать. Это же хорошо. Ну вот тут двое люди составили договор, и там настали этих столбов, всяких там проволок, и перешагнешь. Да, пожалуйста. Так, ну еще мне показались такими важными некоторые гарантии по обеспечению занятости, например... Так, все равно будет медленно, сейчас я вам расскажу. Меня учили, я занимался в институте сухо-горло, носа и речи. И вот так Татьяна Малина занималась со мной постановкой головы. Она говорит, Михаил Васильевич, чтобы вы не думали, что я на вас нападаю, вот просто так. Михаил Васильевич, ну как-то у вас неубедительно получается. А надо говорить убедительно. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Убедительно? Я так подумал, надо же. А когда ты слышишь, это точно не важно, что ты слышишь. А когда ты говоришь, иногда люди заслушаются, потом говорят, что он сказал. Понимаешь? Вы говорите неубедительно, оно говорит убедительно. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Понятно вам теперь? Вот теперь понятно. Правда? Я поняла. Но я постараюсь не только громко, но и задержательно, чтобы было. Это задержательно уже старое. Главное, чтобы было это. Нет, главное не просто громко, а с толком, с расстановкой. Вы же конфликты разрешаете. А конфликты разрешаешь, вы представляете, может малую группу, а надо так, чтобы чувствовать, что за вами что-то необыкновенно большое. Лучше с вами вообще не сражаться, лучше согласиться сразу. Правильно? Давай. Так, мне кажется, что еще два вот есть важных пункта в коллективном договоре. Ну что же мне кажется, что это такая неуверенность? Вы же изучали. Да. Только извините, что я на вас нападаю. Ничего страшного. Да, да, это же практика. Да, если неуверенность, давай просто. Да, до конца. Два пункта у нас есть, какие-то мощные. Которые гласят не заключать со сторонними организациями договоры на проведение работ, которые могут выполняться подразделениями организации, влекущие за собой снижение занятости или ухудшение условий работников. Да, это сплошь и рядом сейчас идет по всей стране. Вы знаете, да? Раз, и с кем-то заключили. Почему? А там, значит, газарбайтеров набрали, и за половину вашей зарплаты, значит, они это все выполняют. А эта фирма получает еще кусок. А в итоге, для тех, кто доказывал, в общей экономии. А докеры бы предусмотрели, что ей так номер не пойдет. А у них есть морское кадровое агентство. Там люди оттуда приходят в тапочках или даже одежда, извиняя, соответствующие. Приходят и начинают там, значит, что-то там хорудить. Вот они очень строго ограничивают в коллективном договоре, чтобы это не превратилось в постоянную практику. Ну, там, в чрезвычайном случае, кого-то пригласили на время и так далее. Но вот не так, чтобы взять основных работников, убрать защищенных коллективным договором, а беззащитных. Какой там коллективный договор? Никакого. Да и вообще, и закон-то там не выполняется толком. Это морское кадровое агентство. Если вас куда-то взяли, что-то заплатили, будьте довольны. И также в договоре указано, что при наличии вакансий предоставлять приоритетное право поступления на работу в организацию ближайшим родственникам работников, которые получили увечья или погибли в результате несчастного случая на производстве. Мне кажется, это тоже такая достаточно важная социальная гарантия для семьи тех работников, которые, получается, потеряли кормильца. Собственно, по анализу каких-то улучшений в сравнении с трудовым кодексом, все. И в конце, наверное, стоит сказать, что, ну, в принципе, нам, как конфликтологам, довольно полезно работать с такими документами, потому что, ну, вот, например, конкретно этот коллективный договор, он же является выражением интересов работников и содержит их основные требования, ну, причем уже реализованные, и он описывает все такие основные аспекты организации процесса труда, которые, получается, в ходе заключения коллективного договора, они регулируются уже не только работодателем, но и самими работниками, потому что, ну, логично заключить, что, вот, грамотный и добросовестный работник, он вправе определять, как должно организовываться производство, потому что это связано непосредственно с его, там, жизнью и здоровьем, вот, поэтому очень важно, чтобы такие вещи... Ну, вот, вы сказали, что он является выражением интересов работников, но вот я бы, я бы, я бы, следующий корректив, или следующий корректив, был проект, как вы догадываетесь, так, их проект был значительно... Да, было бы интересно посмотреть... Вот этот проект, он был распечатан, там же написано, «Зао» и дальше «Сочечки», потому что они распечатывали для всех в компании «Порта», чтобы это было единственное в рамках компании, которая будет заключать, заключать будут каждый из своих, а договор распечатывали для всех, и всем раздали, проект политического договора «Зао» «Пиши сам», так, или «Зао»? И после этого, вот, пошли эти все переговоры. И, конечно, позиции, которые там были, они были значительно ухудшены в ходе переговоров. Никаких улучшений по сравнению с тем, что было в проекте работников, там уже нет. Поэтому, мне кажется, точнее сказать, что вот тот проект коллективного договора, который был составлен, для того, чтобы начать кампанию по заключению коллективного договора, начинать надо с чего? С позитива. Вот есть у вас полизир, вы начинаете кампанию. И после того, как вы ее закончили, это уже результат переговоров, и это уже разрешение конфликта, правильно? Что такие конфликтологи? Конфликтологи ищут способы разрешения тех конфликтов, и они должны еще оценивать конфликты, они там справедливые, несправедливые, прогрессивные, непрогрессивные. Ну, если это прогрессивный конфликт, он затеян в конфликте. Ну, вот вам тихо, спокойно, без всякого конфликта ухудшали и ухудшали положение. А вы вместо того, чтобы тихо, спокойно так же терпеться, молчать, и вас все увольняет, а вы молчите, вы взяли и стали конфликтовать. Не хотим, чтобы у нас все облучало, хотим, чтобы у нас улучшилось. И составили такой проект. Ну, раз у вас конфликт, значит, начали тут разрешать этот конфликт, и нашли такую форму, как коллективный договор. Поэтому можно про него сказать, про вот этот утвержденный коллективный договор, что это коллективный договор, что это коллективный договор, выражение интересов работников и работодателей. Почему работодатели? Потому что работники за меньшие условия не будут теперь работать. Только при таких условиях. Поэтому вы хотите рассказать, что у вас работали, а не выставали? Вот так. не хотите ну тогда будет снова выставать поэтому это вот можно сказать что это вот вот случай когда можно назвать этот документ это форма разрешения конфликта по вопросам улучшения условий труда и оплаты работников работников срокодательным конкретным эта форма получила такое завершение в виде локального нормативного акта и этот локальный нормативный куда вошел он что такое собой представляет это законный закон он предусматривает закон претендовала тема права вот система права но если это бургардное государство является поражение интересного государственного государства и работники в эту систему права шагали улучшение своего положения и это стало норм и прав в отличие от товарищей докеров которые это проделали товарищи депутаты от важнейших фракций которых там тьма в думе современной кпр там десятки депутатов лдпр то же самое справедливые в россии то же самое никакого проекта никакого проекта пенсионной реформы не представим ведь никакого увидения нет как ну я либо один предложил на 50 процентов повысить пенсию другой был сократить рабочие время до 7 и 3 она до 6 причем каждый подкажите податку умеет право законодательной инициативы а мы с вами сидящий никто может проект написать закон ну поскольку я не сейчас слава ему потому что написать вы можете вы не можете ввести а написать все в нем еще вот так вот про себя так не хорошо высказываетесь я не могу еще себе написать вы можете молодой здоровый не может ли это сами закона а потом надо вам вот пройти втроем какому депутаты сырали или ты вносишь если его больше и не только не депутаты вообще а ничего плохого не говорили на натех а их не найдешь они сами сами они не выдвигают вы видите ничего не делал передача президент имеет право гадать насосе мог внести вот вместо этих поправок другой на проект лучше тогда он получился не то что исправляет худший а он вообще и авторитет свой поднял он другой закон более прогрессивный воспользовался президент право-гадать инициативы воспользоваться на втором этапе когда уже вопрос о том какой взяли основу пришел в первом чтении взяли за основу единственный который вообще и доме народу сотни один проектов рассматривали мы когда двигали проект трудового кодекса там этих проектов было расскажу сколько значит проект только наших было проект сначала проект был корсакова григорьева шандривина ионова первым первым созыве в следующем созыве проекта влияния пятый шестом в следующем в следующей дуле проект шейна шесть шесть было проектов на фонда рабочих иди со стороны так сказать противоположные были проект восьми по политическим проект раз проект восьми по совету два проекта в дпр три проект я был голос депутат 4 и проект московской городской думы 5 дошли до такого уровня чтобы можно было поставить либо два проекта правительственная сгорел еще проект слизки появился проект слизки комбинирован из всех и проект фонда рабочая слизки получил больше нас наш проект получился 80 сейчас помешал ничего не делал 400 тысяч рублей получаю я был помощником депутата думы товарища шейна я делали проект решение на сей переносить он а чё не мерз надо было учиться написать шейн здесь у нас и пока был у меня дипломником и написал диплом проекта розового кодекса ну что ему стоит написать проект и все равно закон это мысль на договоре не думать не о том что я депутат и буду против поступать если вы против выступаете не известно что вы выступаете вот если вы просто пройти выступает это чтобы против того чтобы меня повесить вот ваша позиция я знаю потому что что это значит что вы против ничего не говорит вообще то есть сколько направлений кроме того того направлении куда я вот указал что я против того чтобы идти туда значит что вы пойдете туда или туда или туда все что угодно то есть вот вы сейчас наблюдаете такую безграмотность философскую и философскую безграмотность и безинициативность этих депутатов которые проводили как зачем мы проводили такую кампанию тратили деньги все голосуйте за меня голосуйте за портреты вешать зачем вешать ваш портрет если вы не можете написать закон я спросил вы можете написать правильный закон и вы туда сразу пошли похоже вы метитику депутата чувствуете у него какой то есть уже это сказать подходит депутат я не могу вносить потому что если вы напишите я могу и вы напишите ему пожалуйста проект он несет для этого надо чтобы вы написали а он бы пошел депутат а сам он как депутат писать не будет это не своего дела и так хорошо там буфия хорошие суммы вообще все хорошо два здания 1 здание старое госплана вот другое здание новое госплана внутри на георгиевском проезде красота еще новое хотели сделать но пока еще что-то средств не нашли так вопросы пожалуйста докладчик то вы сразу говорите от времени работников задаете вопросами не работаете нету вопросов от имени работников могут быть какие-то вопросы поскольку очень многие пункты коллективного договора для работников в разы лучше нежели если бы скажем работника работодателя работали бы исключительно строго по отрудовому кодексу у нас очень много улучшений согласно коллективному договору и сколько даже это по ровно говоря и но так говоря коллективный договор и должен состоять весь реклам из таких пунктов которые улучшают жаль или по сравнению с так что ходишь вписывают то что форекс и только для одного что сегодня есть входа прибор уберу тут вы возьмите любое это не новое там вам еще вещи вот последним издание прям печень есть что они которые получатки поэтому чтобы это сохранить в этом только смысл а так вообще смысл никакого нет зачем написать то что есть законе а вот когда уже он принят когда он стал нормой закона локально массивная то есть скажем начинается система права пока весь конституция потом после конституции что федеральный идет конституционные законы 9 3 голосов федерального собрания то мы идут федеральные законы обычные потом идут каждый президент четвертого уровня вот президент вынес поправки он может указ и сделать а тут указ не нужно было он просто как имеющий право для контракт инициативы у нас поправки а другие сидели и не внесли поправки а почему они в этом смысле ничем не меньше у них прав для несения поправок чему президенту нет президент молодец они не используют ничего такое дальше поехали после указа президента постановление правительства после постановления правительства решения исполнительных органов власти какие-то все хотите исправлять правы исправляйте насколько она по-по-какете насколько добьется ну для этого будет свято с конфликтом конфликт так хорошо и неплохо нельзя так сказать нельзя так сказать конфликта хорошо ли плохо улетел пил suk и палец операторик он ничего не было сказать потому что если только что вы увидели что он до этого человека это ему сразу пришел и дал сразу для начала про это потом связал и дал орган внутрение он будет Вы ему будете требовать от него высшие меры наказания, а он говорит, а у меня он дает. Ну как-то милиционерам не нужно на это обращать внимательно. Поэтому нельзя просто из понятия того, что есть конфликт, сделать вывод. Хорошо, это или плохо. Надо брать содержание конфликта. А содержание конфликта всегда конкретно. В нем есть две противоположные стороны. Надо определить, какая сторона за что выступает. Где прогресс, где регресс. Вот сначала надо определить, где движение вперед, где движение вспять. И тогда можно разрешать конфликта. А иначе какой смысл разрешения конфликта? Если не надо ссориться, как не надо ссориться? Если вас все отнимают, сейчас у вас это отнимут, это отнимут. Отдайте ваш телефон. Я его забираю, а эти говорят, не надо ссориться. Ему говорят. Он думает, сейчас меня защитят, а я раз этот самый телефон. И пошел, сейчас он запрещал, сейчас он попадает. То есть нельзя без выяснения содержания конфликта говорить о его разрешении. Так, спасибо большое. Очень хорошо. Спасибо за внимание. Теперь, значит, тема, намеченная мной в жиле сегодня, состоит в том, чтобы рассказать о забастовочных буднях. Мы должны себе представить забастовочные будни. В прошлый раз мы говорили о первом дне забастовки, он всегда торжественный, в этом время надо проводить, вкладывая на собрание работников, хотя бы, скажем, или митинги, которые на производстве. Тот, кто читал правовой кодек, знает, что работники во время коллектива этого спора могут проводить митинги, манифест, танцы и так далее, и митинги на заводе ничем не хуже, чем митинги в каком-нибудь парке. Особенно они лучше, потому что там подавляющее большинство рабочих на этих митингах, а в парках подавляющее большинство людей свободных профессий. И в этом большая разница. Поэтому сейчас в современной России почти нет этих митингов. А все, кто бастует, они, конечно, сопровольдают свою забастовку, и митинги, и митинги. Не надо получать никаких особенных разрешений. Это написано в трудовом конкурсе. Мы можете в поддержку своей позиции в забастовке проводить митинги. Докеры остановили работу в днах протеста. бездействие администрации, чтобы администрация поняла, это последний сигнал перед окончательной остановкой работы. И вот в первый же день мы с вами определили, раз у нас с явочным порядком в ходе забастовки, в качестве ее формы осуществления вводится шестичасовой рабочий день. На какое время? А на время удовлетворения всех требований. А одно из требований шестичасовый рабочий день. Поэтому на все дамы его примут. Все. То есть пока не удовлетворят, будем доставать. А когда удовлетворят, у нас с шестичасовой рабочий день будет, потому что это в требованиях. Поэтому это навсегда. И вот уже работа мы как определили, что с утра к восьми часам люди приходят, в четырнадцать часов заканчивают, в половину третья митингуют вместе со второй сменой, которая должна прийти полтретьего, а в три часа вторая смена начинает работать, в двадцать один час она заканчивает, поговорите со своими родителями и товарищами, вы увидите такой сказки, нет ни у кого. И потом в ноль часов приступает третья смена и третья смена заканчивает в шесть часов утра. Все, ходит, транспорт. Метро во сколько открывается? Пять тридцать. Пять тридцать, пять пятьдесят, пять сорок по разному там, в разной станции, да? Там написано. И все, и вперед, и без толпучки спокойно приезжают домой, ложатся спать, поспит восемь часов, восемь пришлось, четырнадцать, из него еще после ночной, он выспался в восемь часов, и у него и читает, и развивается, и гуляет, и с детьми и в шахматы можешь поиграть, и на лыжах покататься, и за город сидит, и что хотите тут. Красота. Вот, но мы сейчас вот возьмем с вами уже теперь день рядовой. Началась забастовка, она ведется. Во время забастовки стороны обязаны вести коррективные переговоры между собой. Обязаны. Это написано в трудовом кодексе, и вот некоторые товарищи, начавшие забастовку, если они об этом забудут, рискуют, что их прекрасная забастовка, которая все по закону, будет объявлено незаконно по одной простой причине, что они не вели переговоры. А потом, или вы будете доказывать, что вели, а администрация скажет, нет, они не вели. Поэтому что нужно делать? Во-первых, прежде чем каждый раз приходить на переговоры, назовем так, согласительные комиссии. Согласительные комиссии. Где согласовываются пункты, на основании которых можно завершить забастовку. Вот, права у забастовочного комитета такие, что он теперь от имени коллектива выступает. О чем он договорится, так и будет. Его конференция уже передала эти права. Ему не надо никуда больше ходить, полномочий никаких ни у кого получать. И нет, никто не может, ни президент, ни премьер, ни глава администрации президента, ни глава региона, что-то ему указывают. Забастовочный комитет подчиняется. Кому? Подчинялся, когда его избирали. А когда его избрали, он уже никому не подчиняется, вот он и отвечает за согласование. На чем он остановится? На том же будет. Если, вот скажем, он чуть-чуть отступит и договорится с администрацией, вот может на этом быть. Закончена забастовка и соответственно требования журналистов. В целом, бывает, что некоторые частности к журналистов. Но это надо, вот тут забастовочный комитет должны смотреть, где тут действительно выберешь, а не будет ли общего поражения. Но при этом, это дело долгое, мы уже с вами говорили, что забастовочный комитет теперь отвечает за все, за порядок на предприятии и за то, чтобы сохранялось имущество работников и работодателя. за сохранность имущества работников и работодателя. А некоторые деятели от имени работодателя могут организовать некоторые провокации. Взять и что-нибудь тащить. Или еще что-нибудь делать. Или сами работодатели, или люди, которые хотят услужить. Знаете, есть такие услужливые люди. Услужливый дурак, опаснее врага. Так вот, надо иметь в виду, поэтому и первую смену надо озадачить, то есть утреннюю, чтобы она после того, как закончит, перекочит до половины третьего, чтобы она потом пошла и проверяла состояние имущества и порядок, чтобы был полный порядок, чтобы люди все знали, знают ли все требования забастовочные, знают ли, что всем нужно приходить, что гнать надо в шею представителей, так сказать, тех, которые хотят работать во время забастовки. Но при этом так аккуратно гнать в шею, чтобы никто не сказал, что вы принуждаете к отказу от забастовки. Вы не принуждаете, вы просто стоите около этого рабочего места четвером и разговариваете, он ходит вокруг и хочет поработать на своем станке, но он же не должен вас бить, отбивать, он может четверых человек, четверых человек может отогнать от станка, не может, он походит, походит и пойдет домой. Поэтому надо быть юридически точными. Вот сейчас вы встанете, у вас четверо здесь там вот в двери, и что, как я выйду? Никак не выйду, еще вот Георгий Георгиевич Славовича попросите встать, он тоже так встанет, я буду туда-сюда, скажет, так вот тут много всяких возможностей вылететь из этой, выбраться из этой аудитории. И что вы нарушаете? Ничего. Никто меня не трогает, а если я буду тут с кулаками на вас, скажет, у вас будет необходимая оборона. А что значит, необходимая оборона? Несколько раз по меня ударите. То есть тут надо думать, как это сделать так, чтобы не получилось, что вы как бы принуждаете к отказу к забастовке. Вы не принуждаете, вы просто охраняете рабочие места. Мало ли, что во время забастовки кто охранять должен рабочие места? Он сломает станок, кто будет отвечать? Да, все были на забастовке. А? Да, да. Забастовочный комитет будет отвечать. Ты вот сейчас пришел, тут что-нибудь запороть, чтобы супер сломался у станка. Куда будет отвечать? Мы будем отвечать. Иди отсюда. Написано вот, мы отвечаем сейчас в порядок. Забастовочный комитет, дружина, а все члены дружины. Все. И вот надо это делать. То есть все, если надо разбиться там на группы, на команды и так далее, и вот они обходят все, проверяют, сохранность, порядок, чтобы было все хорошо, чтобы забастовка осуществлялась как положено. Если есть вот такие узлы, которые работают и выполняют минимум работ во время забастовки, они должны работать, правильно? Чтобы никаких там не было таких случаев, чтобы не работали. Что это вы нарушаете тогда? Что нарушаете? Порядок забастовки, потому что в порядок забастовки входит и работа на тех объектах, которые выполняют работы минимума во время забастовки. согласованного сторонами. После того, как, так сказать, вы такой обход, потребовавший, может быть, час или полутора закончили, можете идти домой, поехали домой. Но потом выясняется, что такой график, раз вам это придется делать в течение забастовки, она может продолжаться месяц, или два, или три. Почему? Потому что, если забастовка рассчитана на такие серьезные пункты, значит, сопротивляться будет работодатель. С одной стороны, а с другой стороны, вы почему? Вы же перевелись в режим шести часов рабочего дня, вы уже кое-что выиграли, поэтому вам спешить некуда. Зачем вам спешить? Поэтому вы должны так спокойно все организовать, чтобы вы не заболели. А чтобы вы не заболели, надо вовремя покушать. А чтобы вовремя покушать, надо, чтобы забастовочный комитет собрался, скажем, на второй день забастовки, и изменил форму забастовки и написал бумажечку в адрес работодателя о том, что информируем вас, что в соответствии с пунктом таким-то Трудового кодекса о том, что порядок проведения забастовки определяет забастовочный комитет, уведомляю вас за три дня, что вот сегодня, какой у нас сегодня? Третье, да? Четвертое, пятое, шестое, что с седьмого декабря 2018 года несколько изменяется порядок забастовки, а именно утренняя смена будет работать с восьми до тринадцати, нет, до двенадцати, с восьми до двенадцати, четыре часа, потом тридцать минут перерыв, а потом до четырнадцати тридцати, чтобы получилось шесть часов, да? До четырнадцати, и дальше она будет в четырнадцать тридцать, она, это уже вы не пишите, вторая смена, пишите, будет работать с четырнадцати до, прибавляем четыре, до восемнадцати, потом тридцать минут перерыв и заканчиваем не двадцать один, как было до этого, а двадцать один тридцать. Третья смена, то есть ночная, эта третья смена будет работать с нуля, начиная смену, и до четыре часа проработает, полчаса перерыв для принятия пищи, нормально же? Вот, четыре тридцать покушали, поспали пять минут, десять минут до семьдесятого, сколько вы там поели? И работайте до шести тридцати, а пол седьмого вы поедете домой. Я думаю, что нагружать первую вот эту смену ночную тем, что будет заниматься, так сказать, схождением по территории, или надо, или не надо, это решит с обоссовочником ездить. Может быть, и в шесть тридцать надо пройти еще, прежде чем уехать, пройти по соответствующим местам и проверить все в порядке, потом уезжать. То есть всякие вот проблемы могут возникнуть в эти вот паузы, правильно? Что кто-то, какие-то проходимцы что-то испортят, сломают, его виноват будет кто? Работники. Поскольку он отвечает за все, работники во время забастовки. Поэтому можно там сделать, для этого не обязательно, чтобы все, ну, можно по очереди кого-то в этот раз, значит, этих товарищей выделяют, там есть несколько подразделений из этой смены. И, соответственно, для ночной смены надо, чтобы они, можно сделать так, чтобы они, можно записать так, что половина двенадцатого они приходят, и с половиной двенадцатого дежурят. Это не входит, это работодателю знать не обязательно. Работодателю надо знать, что вот они работать будут у нас с нуля до шести тридцати и все. И вот такую бумагу о том, что изменился график забастовки или график работ во время забастовки путем частичного прекращения работы. Вот вы даете такой график относите. И заодно уже в первый же день забастовки надо, чтобы забастовочный комитет написал письмецо генеральному директору с предложением начать переговоры о разрешении конфликта. Это хорошо же. Зачем это будет писать администрация? Это лучше делать. В стороне работников они предлагают. Предлагаем провести согласительную комиссию у вас, в кабинете, или у нас в правкоме. Такого-то числа. И такие бумажки надо сохранять. Подшивать и сохранять, и сделать несколько копий, на случай пропажи. Чтобы никто не говорил, что вы не вели переговоры. А вас дальше это не волнует. Будут они с вами переговариваться? Нет. Главное, чтобы вы все время писали бумаги регулярно. Предлагаем еще раз встретиться. Раз в неделю, если вы будете встречаться, этого вполне достаточно. Вот вы можете написать письмецо, что предлагаем встречаться в четверг, ну, после, наверное, после утренней смены, да? После утренней смены, еще после обеда люди в 14.30 скончаются. Вот где-то в 15 часов новая смена, вторая начинает работу, а в 15 часов вы садитесь и беседуете с работодателем каждую неделю. То есть, получается, если мы не будем собирать эти бумажечки, то это никакой не санкционированный митинг, это потому что не было никакого коллектива, потому что не было коллективных переговоров. Тогда какие к нам будут применены санкции, как, допустим, я работаю, а вы? Если вы, если вы нарушили, вы нарушили положение страдового кодекса, что во время забастовки стороны должны проводить коллективные переговоры. Вы не проводили? Не проводили. Значит, ваше законное поступление незаконно. А раз незаконно, значит, профсоюз может нести и финансовую ответственность, и работники могут нести ответственность. Там в конце, вот вы почитайте, в конце трудового кодекса как раз об этом написано, какую ответственность несут стороны в случае нарушения. И наоборот, если вот уклоняешься работодателю, вы все согласовали, договорились, работодателю уклоняется от выполнения этого решения, снова возникает право на забастовку. Прямо по закону написано. Возникает снова право на забастовку. У вас право на забастовку реализовано, забастовка идет. Значит, вы должны поддерживать ход забастовки таким образом, чтобы к вам не было претензий. Это как вы поддерживаете? Следите за порядком. Раз. За охраной имущества работников-работодателей. Два. И ведете переговоры. Три. Все вы должны подтверждать. То, что вы проходили, у вас, может быть, график прохождения там дружины, протокол, чтобы обошли такого числа. Все было в таком положении. Потом пришли, уже это нарушили. Кто нарушил? Мы подозреваем представители администрации. Потому что мы только что проходили. У вас, может быть, там дежурство сделано так, что вот из этой смены прошли, из предыдущей смены прошли, чтобы там таких промежутков, когда в общении все это было бесходное, не было. Дадут деньги представителям охранных структур, которые там сидят из бывших бандитов, сплошь и рядом. И они это сделают, что-нибудь нарушат. Ничего такого страшного не будет, но будет основание объявить забастовку незаконной. Вот, то есть, что превращает начавшихся забастовку в забастовочные будни? А то, что люди работают, уже все нормально, уже в другом режиме. Они спокойно, так сказать, обедают, как положено, ничего там не ждут, когда это конца смены. В серединочке у них обед, они в обед и поговорят, и обсудят, все. Потом они пройдут, тоже поговорят, пообсуждают. Желательно по окончанию каждой, когда проходит смена, по окончании смены проводить такие митинги. Вся смена собирается и обсуждается, напоминает всем, какие у нас требования. Напоминает, рассказывает, как дела идут на переговорах, что вот мы предлагаем, пока не соглашаются. Ну, не соглашаются, нам хорошо, мы работаем. Дело хорошее. Особо нажимаем на то, чтобы надо повысить зарплату кому? Повременщикам. Потому что издельщики сами могут позаботиться о повышении своей зарплаты, потому что раз они теперь работают не восемь, а шесть часов, значит, они за шесть часов, если они выработают столько, сколько сделали за восемь, они могут еще и получить больше. Почему? Потому что там, если есть издельно-прогрессивная оплота, там за время, за более короткое время сделали, то они получают дополнительно. А что касается повременщиков, вот надо требовать. Значит, если у вас рабочее время сократилось на одну треть, на четверть, на четверть, было восемь часов, а стало шесть, на четверть, значит, зарплата собратится у них на четверть. Значит, надо попросить товарищам-повременщикам потребовать, чтобы повышена была зарплата на сколько, как минимум, чтобы вывести их снова на тот же уровень. Вот сейчас они работают шесть часов, получают зарплату, а надо повышение зарплаты в пересчете на восьмичасовый рабочий день, чтобы в них зарплата была такая же, как в восьмичасовый рабочий день или больше. И пока это требование не реализовано, не прекращать забастовку. Потому что в таком режиме, если это требование будет реализовано, вы можете так всегда работать. То есть вы перешли на такой уровень, который позволяет вам развиваться, развивать свои семьи, развивать, отдыхать, учиться, заниматься, укреплять здоровье и так далее. Хорошо же это. И всего-то надо пройти процедуру забастовки и держать контакт с конфликтологами, которые эту процедуру знают, и излагают, и проекты уже оценивают хорошо и готовые проекты. Поэтому вот поприща. Научить таких людей, научить хоть один коллектив правильно бастовать и правильно добиваться улучшения. То есть, конечно можно сказать, как некоторые нас герои говорят, что мы сделаем революцию и сразу всем будет хорошо. Во-первых, сразу может и не быть хорошо после революции. Почему? То есть это революция, после революции бывает, противоположная сторона идет на всякие, так сказать, действия вплоть до гражданской войны. Вот как вы думаете, когда у нас такая самая мирная была революция в семнадцатом году? Кто был заинтересован в развязанной гражданской войне? Вот если я вас победил. Я заинтересован в развязанной гражданской войне. Нет, я вас победил. У нас государственный вклад, мы вас принуждаем, порядок устанавливаем. А вы раньше сладко жили, хорошо спали. Я заинтересован, потому что хочу дальше жить. Да, вы хотите обратно это все вернуть. Значит вы заинтересованы. Поэтому инициаторами гражданской войны являются контрреволюционеры. Вот и все. Поэтому это надо понимать. Поэтому в данном случае вы добились уже улучшения положения, ну и окрепили его за собой. Хорошо. Сколько у нас было таких событий во всей истории российской, когда сокращалось рабочее время? Это следующие этапы. Первый этап, первый этап это 1897 год. После Морозовской стачки могучей. До нее никак не было регулировано вопрос о рабочем дне. Вы поступили на работу и работаете. Сколько? Ну и работали. Сколько? 14-16 часов. Сейчас к этому ведут, ведут. Но еще не довели. Но некоторые так уже и работают. Некоторые подвесмены работают. 16 часов работают. У меня коллега, вот я с ним вчера разговаривал, с фабрики самой была. Входят в объединение Ротфронт. Есть там такие люди, которые сам просятся, вместо того, чтобы организовать борьбу за коллективные договоры, лучшие условия труда, повысить зарплату, они просятся просто на вторую смену. Ну и вторую смену получат, а потом, как говорится, получат сначала первый инфаркт, потом второй инфаркт или инсульт. И все. Это известно, чем заканчивается. Так вот, только в 1897 году, в 1897 году был установлен впервые законодательный рабочий день. Сколько? А чего вы не знаете? Может, сейчас стало хуже? А может, сейчас лучше? Как тут? Лучше или хуже? Как это у нас? Хуже. Хуже. Ну а как хуже? В каких-то цифрах что-то есть? Часов в одиннадцатой. А? А? Одиннадцать часов с половиной. С половиной. А, видишь, вот вдвоем если взять, то как раз получается один. Одиннадцать с половиной часов. Так, и до какого времени это было? 1905. А? А? До семнадцатого года, февраля. До семнадцатого года что произошло? А? До февральской революции. Какая? До февральской. И что февральская революция, что? Кто принял решение, что? Временная правительство? А? Буржуазная революция. Ну, пришла буржуазная революция. И что буржуазия его сократила рабочий день? Вы верите в это? А кто? А кто сократил рабочий день? И когда? Ну, было сокращение рабочего дня в семнадцатом году? Да. До скольки? До восьми. До восьми. Кто сократил? Сами рабочие. Сами рабочие. Они работают все. Вот и все. Вот, до восьми часов сократили. Ну, примерно так, как я вам рассказывал. Я вам уже были рассказывать. То есть не то, чтобы это вот я вам рассказываю, там, необыкновенно. Как необыкновенно. Ну, начали в Петрограде рабочие перестали, стали работать. Восемь часов. Все. Никто. Вот, кто вот будет работать, будете работать больше восьми часов, вот со мной ничего не будет. Вот с ним будете иметь дело. Еще двое подойдут. Ну, как там, по-разному убеждают, да? Ну, важно в целом позицию иметь. Позиция была такая. Больше восьми часов не работали. Скажите, пожалуйста, при сокращении рабочего дня сократилось производство в России? Нет. Нет. Зарплаты сократились? Нет. А сейчас теперь ситуация какая? Теперь дальше. Какой? Дальше был юридический акт. Какой? Когда произошла Великая Октябрьская Социалистическая Революция, одним из первых декретов этой революции было установление законодательное. Установление восьмичасового рабочего дня. Ну, как и положено закон. Вот если он установит, то надо закрепить бумажкой. То есть бумажку и сдали. То есть кто это сделал? Рабочий или бумажку? Ну, между прочим, рабочую и революцию сделали. И советы. Это советы, которые были рабочих, депутатов и солдатских. Вот здесь был совет Петроградский, он был большевистский. И здесь был второй съезд советов. И на втором съезде советов было принято такое решение. А первый съезд советов был? Не знаете? Какое отношение первый съезд советов имеет к нашему университету? Не знаете? И вы не знаете? И вы не знаете? Рассказываю. Вы где был первый съезд советов, не знаете? Как называлась раньше Кадетская улица? После того, как ее переименовали из Кадетска в... Нет. Нет. Она называлась Съездовская. Съездовская. А после того, как пришло в 90-х годах, ее обратно переименовали в Кадетскую. А что там, если вы пойдете по Кадетской линии, бывшей Съездовской, вот дойдете по набережной и повернете. С правой стороны пройдете метров двадцать и там доска гранитная. И что написано? И там написано, что в этом здании Съезды, заседания, первое заседание, первого съезда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На котором, как известно, Ленин в президиуме не был, но он выступал там дважды. И на вопрос о том, или реплику дал такого рода, что когда меньшевик Церетели сказал, что, дескать, нет такой партии у России, которая бы могла взять власть. Он сказал, что есть такая партия. Вот это все написано в граните золотом. Можете прийти. Так вот, наш дорогой университет, благодаря нашему руководству университета и возможностям это правильно организовывать, он это уже присоокупил, это здание к университету. Поэтому вы туда можете пройти изнутри. Вот вы дойдете до бывшего здания бухгалтерии, там где садик, и туда дальше, 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 к набережной. И туда направо, там футбольное поле большое, там солдаты же были. Там было, это здание принадлежало долгое время Академии тыла и транспорта. Вот библиотека Академии, ну Академия тыла и транспорта. Они в Терек куда-то уехали, здесь только руководство. И все это вот комплекс зданий было, а теперь это наше здание. Но оно пока в состоянии такой консервации. Вот что-то там будет. Возможно, вы там заниматься будете или преподавать, если будете тут, когда отремонтировать. Когда это будет, мы не знаем. Потому что одновременно решается вопрос, а не уехать ли нам в какой-нибудь кампус. К примеру, в Гатчину или еще куда. Ну во всяком случае, вот мы в университете уже, можно сказать, если не власть, то, по крайней мере, первый съезд советов уже наш. Уже помещение первого, где был первый съезд советов уже у нас. Ну насчет второго, второй был в Смольном. Там уже там с задней стороны подбирается институт политологии наш, факультет политологии. Прямо вот если вы зайдете на площадь расстрельной, вот за собором прямо сзади там, подойдите во двор и сзади, а левее факультет международных экономических зданий. Уже два там факультета уже прямо приготовились к прыжку с задней стороны. В принципе, там двери легко открыть. И они попадают в Смольный. Ну, в Смольный пока нам никто не приезжает. Ну, два факультета уже там работают. Ну и недалеко уже там три здания экономического факультета. Это на Чайковского, на Потенкинской и на… как это бывшие… как она теперь называется? Бывшие Салтыкова-Щедрина, а сейчас теперь на Кирочной. Три здания. Уже тоже близко там от Смольного. Все там рядом уже. Ну, а юристы, они издалека. 22-й Ленина этим всем наблюдают. У нас и наш, по крайней мере, факультет, или лучше сказать, школа менеджмента, высшая школа менеджмента, уже три имеют помещения. Одно переулок Декабристов-16, где было еще ИПК. Второе помещение на Волковском переулке, мимо него проходите, это было здание института цемента. Так, и гиперцемент. И третья Михайловская дача в Новом Петергофе открывать, которую приезжал глава администрации, товарищ… бывший… Иванов Сергей Борисович, он с филфака. Там, если будете смотреть, там все отсюда. Ну, Путин с юридического, Медведев с юридического. Теперь товарищ глава Следственного комитета, он в старости был в группе, где Путин был. Он был у нас заместитель секретаря парткома по идеологии. А я был здесь вот на экономическом факультете, замсекретаря партбюро, поэтому он мой непосредственный начальник, я хорошо с ним знаком. Если что… Но он человек принципиально, я думаю, он никакие личные моменты не будет во внимание брать. Но если что… Человек хороший. Вот… Мы вот рассмотрели такой очень важный вопрос, и заодно мы увидели, насколько обыкновенные забастовщики выше депутатов Государственной Думы. Депутаты Государственной Думы, за исключением депутатов от правящей партии, как говорится, они в этом случае в выигрышном таком положении. Но они чего хотели, то и предложили. Ну а вы чего хотели, чего не предложили. Я хочу сказать, что вот есть такая форма еще принятия экзаменов. Приходите вы на экзамен. Так. Кто знает на отлично? Поднимите руку. Поднимает. Ну только так, по-честному. Так. Теперь кто знает на хорошо? Кто на три? Так. Кто на два? Так. Ну все, так. Так. Тех, кто на два, подходи. Отходи. На три. Отходи. На четыре. Тогда отлично. Счастливо. А тем, кто два получил, до новой встречи. На экзамене. Все? Хорошо же. Ну это вы же знаете сами, что я вас буду проверять? Вы подумайте. Вот это вот начинают вытягивать, что вы там знаете, да? Вы же знаете, насколько вы знаете. Так что вот, разные бывают формы. По крайней мере, вот одну форму я вот такую применяю, когда вам предлагают самим выбрать вопрос. Ну да и по социальному вопросу. Кажется, что я такой отлиберальный, да? А потом вы приходите и на него не можете ответить. Это значит, если вы на тот вопрос, который вы сами выбрали, не можете ответить, то остальные вы вообще не знаете. И даже с вами нечего дальше и разговаривать. Двойка и лучше единица. Но единицу нам не разрешать ставить. Так что это все кажется иногда, какие добрые они, эти преподаватели. Условно добрые. Конфликты у нас сплошняком, мы все время тут рассматриваем, какие есть конфликты. Ну вот, значит, поскольку это забастовочные будни, главным забастовочные будни переговоры продолжать и соблюдать строго график, установленный забастовочным комитетом. Если кто-то будет работать тогда, когда надо не работать, он кто? Штрейкбрехер. Штрейкбрехер. Вот это должны каждый знать. И вы должны иметь форму. А? Повторим. Штрейкбрехер. Переведите товарищу с немецкого, пожалуйста. Немецкого не знаю. Не знаете? Ну вы даете. Зачем вам много знать немецкого? Одно слово-то можете из немецкого узнать? Конфликтологи. Штрейкбрехера не знают. Это ужас. Вот вы, наверное, знаете. Что, немецкий? Ну, штрейк. Что такое штрейк? Нет. С английским просто тоже созвучно, что… Ну вы даете. Мы немцев победили. Должны мы знать, что так. Хоть что так. Штрейк – это забастовка. Страйк. Страйк по-английски. Знаете страйк? Ну, страйк, штрейк, ну какая разница? Все то же самое. А брехер – ломать. Спасибо. Ломающий забастовку. Штрейк-брехер. Да, страйк-брейкер. Ну типа, я понял. Ну да, брейкер. Ну вот, ломающий забастовку. Штрейк-брейкер. Вот как? Вот стоят люди. Вот вы вышли с завода. Не торопитесь домой. Там идет другая смена. А вы так немножко погуляйте. Не торопится ли кто-нибудь на работу из тех, кто не должен работать в этот день? Ну он один идет, а у вас пять человек. Встали и начали с ним разговаривать. А куда ты идешь? А зачем ты идешь? Ну вас спросить же можно? Конечно. Это же вы не принуждаете ни к чему. Он туда, а вы там. У вас же пять человек. Он сюда, а вы сюда. Надо же очень культурно делать. Мы однажды делали такую операцию около дома политпросвещения. Идет его директор. А у нас к нему был вопрос. А ливень большой такой. Мы под крышей как раз стоим. Вот так встали. Вряд. А вот на него как раз вода-то и льет. А мы его все спрашиваем, и спрашиваем, и спрашиваем. Ничего плохого не делали. Потом, когда он соглашился, мы раступились. Он прошел. Весь мокрый. Ну не надо вот так, чтобы я сейчас подошел вот на... Что это такое? Что это такое? Как это так? Надо как-то... Всегда надо подумать. Придумать что-нибудь хорошее. Ну вот в чем смысл у, я так понимаю, конфликтологов, что они ко всему относятся с такой мыслью, с творческим таком, с таким подходом. Как это сделать, чтобы вроде и притраться было нельзя? Мы же как определяли конфликт? Это когда сила аргумента заменяется аргументами силы. Но сила бывает, знаете, мягкая сила. А мягкая сила такая. Вот пять человек подойдут к вам и начнут вас просить вежливо туда выйти. Я думаю, вы согласитесь. Если не согласитесь, шесть подойдут. Семь, десять. Только надо. И каждый вам пожмет руку или ногу, или еще что-нибудь пожмет. Не более того, по-дружески, по-товарищески. Потом будет болеть целый день. Ну, бейся. Боже упаси. Никогда. Ни за что. Это недопустимо. Или я вот к вам подхожу и говорю, бороться с вами будем бороться до последней капли вашей крови. А что я сказал? Это шутка. Ну правда это шутка. Ну и все. Не надо писать на меня это явление. Это чисто, так сказать, у нас примеры, какие из жизни, какие могут быть. Разные бывают. А грубость недопустимо. То есть вот, что такое забастовка? Это творчество. Надо придумать. Теперь, что надо придумать? Вот вы когда вошли в этот режим, вы должны подумать, зачем вот так вот забастовку делать, что так, может быть, где-то можно и по-другому. Например, некоторые звенья, некоторые звенья очень важные, что вот от этого звена вы определите, вы же уже будете управлять процессом производства на своем предприятии. Вот от этого звена зависит работа всего предприятия. Давайте вот примем решение. Вот это звено будет не шесть часов, а четыре работать. Ну за три дня уведомили, оно работает теперь четыре. И кашляет все предприятие. Всем меньше работы. Ну это поскольку там людей немного, можно на них и денежки собрать из профсоюзного фонда. Дополните их до зарплаты обычной, как у всех. То есть надо думать. Или это делать просто по очереди. Тут такая тяжба. Сегодня вы работаете четыре, а есть цепочка. То вот эта цепочка сегодня не работает. Значит, все остальные на этой цепочке тоже не работают. Четыре часа не работают. А сколько там у нас? Нет, два часа не работают, а четыре работают. Поскольку к четырехчасовому здесь режиму перешли. Ну недельку. Недельку поработает вот эта. Но это надо каждый раз писать за три дня уведомить, что будет такой режим, что вот такое-то подразделение будет работать четыре часа. Чтобы им за счастье было шесть часов. Но эти люди должны привыкнуть за шести часов работать, чтобы рассмотреть, как это здорово, когда все работают по шесть. Теперь второе звено, то есть цепочки технологической. Начиная со следующей недели. Опять за три часа уведомили, и оно пойдет. А вы можете один раз уведомить, что будет так. Прямо там перечислить. Вот это. Такую неделю. Вот это. Такую. Вперед на месяц. И поехали. И работайте. И у вас падение производства будет не так, как вот здесь. Не на треть, не на четверть, а на половину. А зарплаты нет. А зарплата, ну вот вы этот раз отслужили свою часть. И больше до следующего месяца у вас этого не будет. Но все равно это лучше, чем некоторые берут и бастуют, просто ничего не получают. Ну просидите вы неделю, вторую, третью. А вот работодатель, у которого миллионы или миллиарды, он сидит и ждет. Вот товарищ Лисин, когда бастовали докеры, сидел и ждал, когда докеры выдохнутся. А было лето. А они работали короче, чем обычно. И так хорошо. Обычно они перевыполняли норму на 70-80 процентов. 68, 65, 80. Значит, исключить всякие сверхурочные работы. Исключить работы в выходные дни. Никто не может заставить человека работать. И норму, кто выполняет более чем на 2 процента, тот шейкбрихер. Вот будете выполнять... Рома столько, сколько должны. Да, и забастовка. Во время забастовки будьте добры. Иначе больше нормы выполнить хорошо. И получите вы полную зарплату свою. А больше не надо. Потому что иначе вы уже начинаете портить забастовку. И вот они так работают хорошо. Летом отдыхают. Ходят с семьей гуляют, купаются. Красота. Да. И потом как-то они с таким трудом уходили с этой забастовки. Такая жизнь была хорошая. Счастливая. Но потом вот пришлось снова к этому. Какие тут еще есть моменты могут быть в ходе самой забастовки? В ходе забастовки, поскольку это зависит от того, какой у вас работодатель. Например, у Докеров работодатель был Лис. Лис известный миллиардер. У него 17 миллиардов. Вы хотите его опустить? Вы хотите его сильно ущемить? Да ему 15 миллионов. Это все равно, что вам 3 рубля достать из кармана. Поэтому он, так сказать, в лице руководителя, так сказать, управляющей компании, господина Челядина, так сказать, смотрел на это довольно так свысока, дескать, ну, постойтесь, потом у вас дома будет забастовка, поскольку зарплату не будете получить. Потом выяснилось, что зарплату, наверное, все получали. Какую получали? А работают уже меньше. Ну, все равно это не такие уж большие потери. Потом взял, профсоюзный комитет собрался и написал письмо президенту Путину. О том, что во всех, в основном, в европейских государствах порты являются государственными, а у нас вот частный является порт, и он ведет себя неприлично плохо по отношению к работникам, подрывает экономические основы существования нашей страны и так далее. В целях осуществления, неуклонно осуществления государственных интересов просим национализировать порт. Потом, как выяснилось, не сразу, а потом выяснилось, что Владимир Владимирович пригласил товарища, миллиардера, и поговорил с ним. И посоветовал ему как-то уладить с товарищами. Ну, говорит, то есть посоветовал уладить. А какой совет? Либо ты уладишь, или мы национализируем? Либо мы заберем себе. Либо мы заберем себе. Либо мы заберем себе. Ну, национализацию. Либо себе, но всему народу. Да, да, да. Всему народу. Ну, вот и все. Это потрясающе. И все закончилось очень благополучно и хорошо. То есть трудно закончить. Хотя остановить вот прежнюю работу, и людям пришлось опять работать, начать много. Это вот было тяжело. Но мы с вами обсуждали такую вот ситуацию и такой подход, когда шестичасовой рабочий день будет навсегда рабочая смена. Почему? Потому что пока эта забастовка, то на основании того, что у вас так определена забастовка, и в требованиях у вас стоят, если забастовка заканчивается, поскольку требования удовлетворены, то она и будет шесть часов. Но за это время забастовки и сам работодатель должен увидеть, что в общем-то там, где люди-сдельщики, там тоже самое вырабатывается. А там, где повременщики, ну добавить надо немножко людей или добавить немножко зарплаты. То есть уже все будет хорошо. И все будет опять стабильно, только на другом уровне. Сколько лет прошло? Больше, чем сто лет прошло после перехода к восьмичасовому рабочему дню. И сейчас рабочие получают по разным оценкам примерно восьмую часть стоимости, которую они создают. А прибавочные стоимости – семь восьмых. Ну вот товарищ Мазов, доктор экономических наук, говорит, где-то один час работает рабочая на себя и семь часов обеспечивает прибавочную стоимость работодателю. А, скажем, Виктор Юрьевич Долгов, доктор экономических наук, он у нас проректором был, первым проректором университета в девяносто шестом году. Приступил к этим обязанностям. И вот он считал, что за сорок минут создается эквивалент зарплаты. Поэтому то, что люди много работают, можно объяснить только одним. Чтобы они, так сказать, не видят этого всего горизонта и видят, что никакой необходимости столько работать нет. Давно уже производительность труда настолько выросла, что это уже самое количество продукции можно выработать за меньшее время. Более того, если вы идете сверхурочно и работаете в выходные дни, вы тем самым уменьшаете количество рабочих мест. То есть каждый человек, выходящий сверхурочно, выталкивает на улицу какое-то количество рабочих. Ну он сам не видит, что выталкивает, но фактически да. Поэтому нельзя сказать, что виноваты только вот работодатели. Ну а эти товарищи рабочие, они что, не понимают, что если вы проработали девяносмены, вот его уволят? Или вот вы девяносмены проработали и ее уволят? Да, потому что платили не те же деньги, а работали за двоих. А? Да, да, конечно. Поэтому вот наступил такой момент уже в развитии историческом, когда ну такие уже высокие цифры, ну сто лет прошло после того, как был установлен 8-часовой рабочий день. Стыдиться должны быть. Кто должен стыдиться? Товарищи рабочие должны стыдиться, что они за это время не собрались и не установили себе более короткий рабочий день. Потому что более короткий рабочий день за всю историю никогда не устанавливал работодатель. Можно ли от него ждать? Вот если я был бы ваш работодатель, и вы мне собирали бы деньги на еще один остров, неужели я вас буду агентировать за то, чтобы вы это не делали? Ну, если вам так нравится, со мной работайте. Я всегда рад вас видеть, особенно когда вы даете деньги на второй остров. А там я еще и третий приобрел, тоже хороший, между прочим, остров. Так что давайте работайте, товарищи. Ну вот так выглядит вопрос о забастовочных буднях. Сколько продлится забастовка? У вас это вообще мало волнует, правильно? Забастовщиков. Потому что вы вошли в такой режим, в котором вы можете работать сколько? Сколько угодно. Сколько угодно. И будет жить вам лучше. Пока они удовлетворят наши... Вплоть до того, что те же самые повременщики, они же два часа выигрывают каждый день, они два часа могут где-то прирабатывать в день. Ну, таких вот коротких, так сказать, работах. Есть такие работы. Не говоря уже о том, что если вы возьмете уход западных стран, там вообще люди приходят. Называется 0 часов график. Вы приходите сегодня утром, пришли ко мне, спросите, к кому так вот? Вы пойдете на работу, вы пойдете на работу, а вы идите домой. Вам два часа будет работать, вы три часа. Сколько есть? А вы утром следующее приходите, может еще будет. И так каждый раз они приходят, и вот в Андверпене так работают в Бельгии. Докеры приходят, им говорят, сегодня будете, не будете. Все придут, а потом вы, вы, вы и все. Так же, как было в свое время, наверное, в царской России. Это очень широко распространено. Так, спасибо за внимание. В следующий раз у нас последнее занятие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok